Ограничительные карантинные меры в стране постепенно продолжают смягчаться. Так, некоторым кинотеатрам и развлекательным заведениям разрешили возобновить свою работу с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. 17 августа в регионе свою работу возобновили дошкольные организации, но с ограничениями. Сегодня садики строго соблюдают все санитарные нормы и полностью готовы перейти к работе в штатном режиме. Мониторинговая группа проектного офиса «Акту-Б» Далды-Каланы сегодня провела осмотр домов в микрорайоне «Нур-Сити-1» после жалоб жильцов. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Факт» в студии. Работает Ирина Черней. Ограничительные карантинные меры в стране постепенно продолжают смягчаться, сообщает Костак. Так, некоторым кинотеатрам и развлекательным заведениям разрешили возобновить свою работу с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Поэтапное смягчение карантинных мер положительно сказывается на эмоциональном состоянии граждан. Уставшие сидеть дома актюбинцы могут вскоре посетить кинотеатры, театры и кафе, расположенные в торгово-развлекательных центрах. И стоит отметить, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача страны, теперь будут разрешены длительные и краткосрочные свидания в учреждениях уголовной исправительной системы. Конечно, с соблюдением соответствующих санитарных правил. Я считаю, что это рано еще. Я считаю, что наши люди не готовы к такому. Когда открыли Мегу, это было в июне, все туда ломанулись и снова пошло заражение. Рано еще. Не надо торопиться. Наверное, нормально все. Все, наверное, хотят. Но если будете ходить, будете, например, маску носить? Ну, если надо, да. Но если послабление, я думаю, что хорошо. Я уже, например, людей не различаю из-за этих масок. Пока рано все это открывать. Сезон гриппа только начался. Нужно остерегаться. Лучше пока подождать, я думаю, потому что банальная простуда может перейти в пневмонию. Что касается культурных объектов, то здесь, например, в кинотеатрах заполняемость залов будет строго контролироваться, а сотрудники будут обязаны регулярно совершать обработку помещений. От посетителей же будет требоваться обязательное наличие медицинских масок и соблюдение дистанции. Мы призываем всех граждан соблюдать санитарные нормы, пользоваться масками. Со своей стороны мы обеспечиваем вас санитайзерами. В перерывах между сеансами, которые будут увеличены, почти будут полчаса, будет производиться санитарная обработка средствами, будут протираться все выключатели, все подлокотники. Должна обязательно соблюдаться дистанция. То есть при рассадке зрителей мы будем продавать билеты где-то через два кресла. Ну, то есть, соответственно, если придет семья, они могут быть рядом, но между ними будет по два кресла и в шахматном порядке. Также при соблюдении требований санврача разрешена деятельность детских коррекционных кабинетов, дошкольных образовательных центров с обучением в группе не более 15 человек, работа государственных организаций и деятельность объектов общественного питания с заполняемостью залов не более 50%. Тамири Жумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Сегодня к проблеме дистанционного образования добавилось и неудобство время проведения детского досуга. Ограничения в связи с эпидситуацией коснулись и внешкольных учреждений. Родители, чьи дети посещают кружки в городском дворце школьников, вынуждены часами ожидать детей на улице, несмотря на дождь и холод. Дело в том, что и сейчас в целях профилактики коронавирусной инфекции внутрь здания дворца школьников родители не пускают. Некоторые родители уже подумывают отказаться от дополнительных занятий для своих чад. Ситуацию прокомментировал директор учреждения. У нас есть приложение четвертое к приказу Министерства образования и науки Республики Казахстан от 3 сентября 2020 года за номером 381. Приложение пятое, такое же к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 августа 2020 года, номер 345, где есть конкретные методические рекомендации по организации учебного процесса в организациях дополнительного образования в период ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Вот с первой главы этого документа я вам сказала, что родители выбирают право, как они будут заниматься. Будет это дистанционно, будет это в штатном режиме, первый это их выбор. И второе, я хочу обратить ваше внимание, что есть глава 6 этого же документа, где говорится об организациях образовательного процесса на индивидуальных занятиях и занятиях в штатном режиме. То есть, вот, и тут конкретно есть такое, родители или законные представители детей, но здесь имеется в виду тех, кто первый год ходит там, потому что старшие обычно сами приходят, а это, скорее всего, у вас жалуются те, кто маленькие дети, либо кто далеко живет. Так вот, осуществляет сопровождение детей до входных, наружных дверей организации дополнительного образования. То есть, никакой речи не может быть о том, чтобы родитель заходил вовнутрь. 17 августа в регионе свою работу возобновили дошкольные организации, но с ограничениями. В группах обучается не более 15 детей. Сегодня в садике строго соблюдают все санитарные нормы и полностью готовы перейти к работе в штатном режиме. Это один из детских садов в нашем городе. С середины августа он, как и другие дошкольные организации, возобновили свою работу, но с учетом некоторых ограничений. На данный момент здесь функционирует 10 групп по 15 человек с соблюдением всех санитарных требований. Ежедневно медсестра учреждения проводит инструктаж сотрудников по вопросам соблюдения профилактических мер и наблюдает за здоровьем воспитанников. При приеме предусмотрен медицинский фильтр, то есть медсестра через тепловизор проводит детей, сотрудников, ведет журналы, измеряет температуру. Лица, персонал и дети с признаками респираторных инфекций не допускаются в детский сад. При приеме также родители предоставляют справки. В детском саду обеспечивается сокращение физических контактов между сотрудниками, между детьми и сотрудниками. В каждой группе имеется свой отдельный вход, выход. Максимально используются игровые площадки, то есть большинство занятий при хорошей прогоде проводятся на улице на игровой площадке. Расстановка мебели также соблюдается с дистанцией в один метр для социализации, то есть кровати, столы, стульчики у нас расставлены на расстоянии один метр. Воспитатели двукратно измеряют температуру тела. Ну и, конечно же, при повышении они вызывают родителей, применяют меры. Всего в этом садике зарегистрированы 250 детишек, но на данный момент его посещают всего 150. Остальные дети пока еще остаются дома, но вниманием их не обделяют. Воспитатели проводят работу с ребятами дистанционно. При помощи мессенджеров родителям малышей отправляют различные задания для развития. Однако час занятий дома все равно не заменит живого общения в коллективе и полноценного развития ребенка. Кристина Веец, Алексей Уразов, программа «Факт». До 60 тенге снежная розничная цена на одноразовые медицинские маски. Стоимость этого средства индивидуальной защиты стала на 20 тенге дешевле. Буквально на днях, заявляют актюринские фармацевты. К такому решению межведомственной комиссии правительство удалось прийти после обсуждения с госорганами НПП «Тамикен» и отечественными товаропроизводителями. Однако горожане уверены, что стоимость маски не должна превышать 20 тенге, как это было до начала пандемии. Одноразовую маску надо часто менять. У кого это деньги не позволяет, очень накладно получается. Если, как говорят, через каждые два часа ее менять надо, то это по карману бьет. А эту маску вы за сколько тенге купили? Эту маску купил за 350 тенге на заправке. В неделю сколько раз вы покупаете? Подсчитывали? Ну, один раз это точно бывает. И потом несколько раз используете? Или после одного похода выкидываете? Я стираю с хозяйственным мылом. Одноразовую маску стираете? Да. Потом, значит, это... За ниточки вот так повешаю на булавочку, а потом утюгом глажу. Вас устраивают или хотелось бы дешевле? Ну, конечно, всегда хотелось бы дешевле на самом-то деле. Ну, она приемлемее, чем была на самом-то деле. Там, я помню, они по 200 тенге были. Я считаю, дорого, да. Неадекватная цена. Когда до пандемии они были 10-15 тенге, а сейчас они стоят, как наживаются, кто-то получается. Мониторинговая группа проектного офиса «Акту-Б» Далды Колоны сегодня провела осмотр домов в микрорайоне Нур-Сити-1 после жалоб жильцов на прохудившуюся крышу систему водоснабжения. Напомним, строительство этих домов завершилось в июне прошлого года. Приезд мониторинговой комиссии и жители дома 64 ждали с нетерпением и сразу же поспешили высказать недовольство по поводу протекающей крыши во время дождей и капающей воду в подвале. Хотя по внешнему виду эта новостройка кажется вполне благополучной. Я считаю, что проверять исправность наших домов нужно регулярно, а не только тогда, когда жители начинают писать жалобы. Сейчас перед отопительным сезоном мы рискуем остаться без тепла и воды и здесь много чего нужно ремонтировать, потому что мы за эти дома платим исправно и хотим нормальных условий для проживания. В трех подъездах этого дома проживают 54 семьи и благодаря страничкам антикоррупционной службы в социальных сетях многие из них могли донести свои проблемы до государственных органов. В ходе проверки присутствовал и заместитель Акима города Куанды Касымов, который пообещал взять на заметку необходимый этому дому ремонт. Дело в том, что большинство квартир здесь было взято в ипотеку, а кондоминиума у этого и у других здешних домов пока нет. Соответственно, во время любой неисправности жильцы не знают, куда обратиться. Мы только что видим, что жители жалуются. До этого проекта, у нас есть страничка Актива Ададалага, Фейсбук, Инстаграм. Туда жалуются жители, что у нас дома сдали. Но дома качества вообще не очень. И вот только что показали трубу. Но в этих домах полностью не создано именно кондоминиум, КСК, ничего нет. Только жители жалуются. Мы сейчас проводим полностью мониторинг, работу, именно где, что есть. Мы полностью на заметку возьмем, потом будем заниматься совместно с городским Ахиматом и полностью. Например, вот этот дом заканчивается в декабре месяце. Мы сейчас полностью мониторинг, работу проведем. И полностью, что до декабря месяца, полностью это устранили. Конечно, необходимый здесь ремонт позволит восстановить основные качества здания. Например, отремонтировать кровлю, фасад, крышу или систему вентиляции. А вот комфортные условия для проживания создаются уже при помощи термомодернизации, особенно в преддверии отопительного сезона. И именно благодаря таким мероприятиям, которые мониторинговая группа пообещала выполнить в ближайшие сроки, состояние новых домов этого микрорайона снова будет соответствовать нормативам. Отдельным остается вопрос о качестве строительства и непредвзятости работы приемной комиссии, принимавшей дома чуть больше года назад. Тамирид Шумабаева, Алексей Уразов, программа «Факт». Кастак сообщает, начаты клинические исследования, казахстанской вакциной против коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Казахстан. Как уточняется, в клинических исследованиях вакцины принимают участие здоровые взрослые добровольцы в возрасте от 18 до 50 лет. В первой фазе исследования, определяющей безопасность вакцины, принимают участие 44 добровольца, не переболевших коронавирусом и не имеющих антител. Во второй фазе, направленной на исследование иммуногенности, запланировано участие от 200 добровольцев. В НИИПБ поступило 688 заявлений от граждан, желающих принять участие в клинических исследованиях. Вице-министр образования и науки Миразда Уленов выразил благодарность всем за оказанное доверие, резюмируется в сообщении. А сейчас новости Республики. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 72 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Тенгриньюс со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. Всего в стране подтверждено 107 056 случаев, из них в Актюбинской области 3232, плюс один зараженный. За этот же период в преспублике 188 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране от COVID-19 выздоровели 101 455 человек. 8 человек умерли от коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками COVID в Казахстане за сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. За сутки в Казахстане выявлено 263 новых случаев коронавирусной пневмонии, передает Тенгриньюс со ссылкой на Минздрав. 1 августа в стране зафиксировано 30 337 случаев болезни. За сутки от нее скончались 3 человека, в общей сложности с начала введения статистики – 335. Ранее Минздрав обратился к переболевшим коронавирусом казахстанцев с просьбой отложить вакцинацию от гриппа, так как существует риск осложнений. В 10 населенных пунктах 7 районов Североказахстанской области ввели карантин из-за птичьего гриппа, передает Тенгриньюс. Снимут его через 21 день после регистрации последнего случая заболевания. По условиям карантина будет максимально ограничено перемещение людей и автотранспорта. Для обеззараживания ходовой части транспортных средств на въезде и выезде в карантинную зону будут установлены дезинфекционные барьеры. Транспорт службы организации жизнеобеспечения, органов правопорядка, медицинской и ветеринарной службы будет перемещаться беспрепятственно соблюдением мер ветеринарной безопасности. Также сообщается, что в область приехали специалисты из Нур-Султана. Выделено 800 тысяч дотс вакцины на прививки всей птицы в очагах и приграничных с Российской Федерацией населенных пунктах. Напомним, сначала очаг птичьего гриппа нашли на приграничной с северным Казахстаном территории России. Позже стало известно о массовой гибели домашней птицы в СКО. А сегодня Минсельхоз заявил о распространении болезни в регионе. Правоохранительные органы проводят проверки в Управлении общественного здоровья Ауматы. Мероприятия связаны с контролем затрат бюджетных средств на борьбу с коронавирусом, сообщил руководитель ведомства Камалжан Надыров, передает Тенгриньюс. Управление в целом работает в штатном режиме без каких-либо санкций. Мы не прекращаем рабочий процесс. Сотрудники профильных органов делают свою работу по контролю и надзору за правильностью использования бюджетных средств. Мы, соответственно, движемся дальше и работаем над теми задачами, которые перед нами ставит руководство. Рассказал Надыров. В Нур-Султане начал работу 8-й форум машиностроителей Казахстана, передает пресс-служба. Мероприятия проходят в онлайн-формате. К участникам форума обратился президент Республики Казахстан Касым Жамар Такаев. Форум стал ведущей площадкой для системного диалога государства и бизнеса, решения актуальных вопросов развития отечественной машиностроительной отрасли. В послании мной поставлены задачи по созданию по-настоящему диверсиционной и технологически развитой экономики, увеличению объема производства обрабатывающей промышленности в полтора раза. Для этого государство усовершенствует механизмы поддержки отечественных производителей и будет принят закон о промышленной политике. Желаю всем плодотворной работы и успехов в достижении поставленных целей, не говорится в тексте обращения. После рекламы смотрите следующие сюжеты. Палата предпринимателей Томикен сегодня запустила новый проект правительства для бизнеса. Теперь предприниматели все нужные им услуги могут получать в одном месте по принципу единого окна. Мечты акцебинцев, которые желают посвятить свою жизнь сельскому хозяйству, вполне могут осуществиться. Такую возможность представляет Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Срок регистрации транспортных средств, везенных из Республики Армении, продлен до 1 марта 2021 года. На сегодняшний день в регионе на учет поставлено 2114 таких автомобилей. Так вы еще нигде не отдыхали. Ресторан «Зимний сад» – настоящий райский сад, где исполняются желания. Отдых среди прозрачных ручьев, экзотических растений и водопадов с живой музыкой и отличной кухней. Мы приглашаем вас провести банкет, свадьбу, корпоратив, деловую встречу или праздничный вечер в единственном в Казахстане. Удивительным и уникальным зимним саду. Ресторан «Зимний сад» – вход со стороны ретропарка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжаем выпуск. Палата предпринимателей «Атамикен» сегодня запустила новый проект «Правительство для бизнеса». Теперь предприниматели все нужные им услуги могут получать в одном месте по принципу единого окна. Если раньше на сбор пакета документов уходили месяцы, то сегодня с помощью данного проекта задачу предпринимателям обещают упростить и ускорить в разы. Теперь бизнесменам не придется для решения того или иного вопроса ездить в разные организации. Получить консультацию или все нужные услуги можно будет здесь, в здании палаты предпринимателей. «В целях исполнения поручения главы государства в Актюбинской области реализован проект «Правительство для бизнеса». Он объединяет себя государственные органы, финансовые институты, банки второго уровня и нового правительства для граждан. Основная цель – это оказание услуг по принципу одного окна. То есть предпринимателю не будет необходимости ходить по различным организациям, он придет в данное учреждение и получит необходимые для себя консультации и услуги. Молодая предпринимательница Сабина Жанзакова занимается дизайном одежды, но она шьет национальные костюмы на протяжении пяти лет. Сегодня девушка хочет развивать свое производство, соответственно расширить площадь рабочего места. Благодаря новому проекту она надеется получить консультацию по данному вопросу и как можно быстрее начать реализовывать свою идею. «Я занимаюсь легкой промышленностью, национальной одеждой. На данный момент мы уже не помещаемся и я хочу, несмотря на кризис, несмотря на пандемию, расширяться. Мы хотим приобрести больше помещений и сегодня я хочу получить здесь консультацию для того, чтобы расширить свой бизнес, дать рабочие места населению в легкой промышленности». «Как вы думаете, вам удобно будет такая платформа для вашей работы?» «Ну да, раз здесь директора банков, я видела, и также директор дому есть, конечно, полностью, когда в одном месте ты получаешь сразу консультацию, ты экономишь свое время». С работой нового проекта ознакомился и Акимобластен, да сыну Розалину. Он лично проконтролировал старт программы и ее возможные перспективы для развития экономики региона. Правительство для бизнеса состоит из шести зон, где уделено внимание всем сферам предпринимательства, от тренингов до помощи при участии в гостендерах. Это зоны цифровых услуг, финансовой поддержки, компетенции, сопровождение, сбыта и зона самообслуживания. Кристина Вейц, Алексей Уразов, программа «Факт». Мечты акцебинцев, которые желают посвятить свою жизнь сельскому хозяйству, вполне могут осуществиться. Такую возможность предоставляет Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Сегодня специалисты фонда рассказали о выгодных условиях нового проекта субъектов АПК, финансируемых банками второго уровня. Кредит на разведение птиц, рыбы, крупного рогатого скота на выгодных условиях можно было получить и до этого. В эти дни Фонд финансовой поддержки разработал новый проект. Предполагается, что механизм гарантирования кредитов банка второго уровня сделает финансирование сельскохозяйственной отрасли более привлекательным для коммерческих банков, аграриям позволит реализовать крупные инвестпроекты в приоритетных направлениях. Итак, условия гарантирования предполагают выдачу займа до 3 миллиардов тенге по ставке не более 17% годовых на срок до 10 лет. Для этого предпринимателю необходимо обратиться к нам и обратиться также с пакетом документов в банк второго уровня. В случае, если финансовый институт поддержит его проект и примет положительное решение, направляет свои решения к нам в фонд и мы в свою очередь дальше рассматриваем. Если же сельхозтоваропроизводители будут реализовывать проекты в рамках приоритетных инвестиционных направлений, то размер гарантии составит до 85% со снижением до 50% после ввода объекта в эксплуатацию. Хотела бы отметить, что вообще размер гарантии он допустим до 50% от суммы проекта, при этом также возможно до 85% предоставления гарантии. Это если проект реализуется в приоритетном направлении. А приоритетные направления такие как молочно-товарные фермы, садоводство, теплицы, переработка овощей и фруктов, производство масла и масложировой продукции, мясное птицеводство. И также еще следует отметить, что есть комиссия за предоставление гарантии в размере 30%, из которых 29,9% субсидируется местными органами по вопросам сельского хозяйства, а 0,1% оплачивает сельхозтоваропроизводитель. Заявки о фонде после одобрения в банке рассматриваются в течение 7 дней. После предприниматель вполне может приступать к реализации своей идеи, чтобы затем поставить свой экологически чистый продукт на прилавке Ак-Тубе. Но насколько такое финансирование будет приемлемым для потенциальных пользователей, покажет время. Лиза Сакива, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Срок регистрации транспортных средств, везенных из Республики Армении, продлен до 1 марта 2021 года. По информации Департамента госдоходов Ак-Тубинской области, на сегодняшний день в регионе на учет поставлено 2114 таких автомобилей. О внесении изменения постановления правительства Республики Казахстан от 20 мая 2020 года за номером 306 о некоторых вопросах ввоза Республики Казахстан и эксплуатации гражданами Республики Казахстан. Отдельно транспортных средств, зарегистрированные в Республике Армения. Согласно этому постановлению от 20 мая 2020 года до 1 сентября необходимо было зарегистрировать транспортные средства с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Республик Казахстан в уполномоченных органах Республики Армения и везенных до 1 февраля 2020 года. На сегодняшний день на территорию Октябрьской области из Республики Армения до 1 февраля текущего года было везено 3085 транспортных средств. При оформлении автовладельцам нужно совершить платежи за регистрацию, госпошлину, за техпаспорт и госномер. В общем, это составляет 11 946 тенге. КХЛ сделал заявление о случаях заражения коронавирусом в команде Баррес, передает НГРНьюз КИЗ 6 матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием Барреса, которые должны были состояться 18 сентября с Рижским Динамо, 20 сентября с Северсталью, 22 сентября с Металлургом, 21 сентября с Кунлунем и 29 сентября с Витидем, а также 1 октября с Сочи отменяются и будут перенесены на более поздний срок. В связи с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию, выявленных у 12 членов команды и тренерского штаба, команда должна пройти двухнедельный карантин, а датей времени переноса матчей континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно. Каждый конкретный перенос лига будет согласовывать с клубами, говорится в сообщении. Ранее стало известно, что пять матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием Йокерита перенесены на более поздний срок.